Торонто Причем февраль для Алены выдался богат на литературные успехи Вскоре после церемонии в свет вышла ее новая книга Роман «Тайный знак», в котором самым захватывающим образом Несколько поколений одной семьи оказываются вовлеченными в разгадку тайны Древней реликвии, связанной с историей трагической любви Первого в династии Романовых царя И мистическими предсказаниями о судьбе России Ален, мы тебя видели на вручении премии Что это за премия? Почему возникла идея вручать премию в Торонто? Это журнал «Новый свет»? Да, это премия журнала «Новый свет» и издательство «Литсвет» И почему возникла идея назвать ее именем Хемингуэ? Потому что Хемингуэ начинал свою литературную деятельность в городе Торонто В газете «Торонто Стар» И нам кажется, что это знаково Потому что, может быть, судьба наших авторов, нашего журнала Тоже сложится так блестяще, как сложилась судьба Хемингуэя Кто отбирает? Кто жюри? Жюри, собственно, редколлегия журнала Мы читаем работы в этом году, вернее, в прошлом, потому что по итогам 2015 года была премия вручена Мы отбирали по принципу взаимодействия с этими людьми Очень интенсивного, с людьми, которые работали с нашим журналом, много присылали Но из этих работ мы уже сами выбирали А на будущее мы хотим создать такой конкурс на премию И в этом году у нас единственный канадский, собственно, лауреат – это Ульяна Колесова А все остальные наши авторы – это Россия, Украина, Белоруссия Премия дается за литературу, за очерки на русском языке? На русском языке, потому что журнал русскоязычный И они должны жить за границей? Или как это вообще все работает? Они живут по всему миру Поэтому нам-то и приятно, что наш журнал расширяет свою географию И сейчас у нас авторы русскоязычные авторы Как говорили, из ближнего и дальнего зарубежья Наши ближние зарубежья – это Америка Потому что мы в Канаде А дальние зарубежья у нас теперь Россия, Белоруссия, Украина и все остальные То есть, в принципе, на следующий год люди могут вам свои работы как-то присылать? На нашем сайте есть специальная почта, куда каждый день приходит очень много работ Но вот ты сама, у тебя три книжки вышли, правильно? Три книги, да Вот недавно вышла очередная, очередная историческая роман Да, красоты невероятные, спасибо издательству Repol Classic Потому как она выглядит очень нарядно, мне кажется Слушай, а вообще вот сложно, я знаю, ты вот, например, у тебя есть профессия, да? Ты преподаешь музыку? Да, это профессия, которая меня тут кормит Все хотят быть писателем, очень многие хотят быть писателем Вот как вообще люди, вот как ты начала? Ну я начинала давно, потому как я работала редактором на Одесской киностудии И музыкальным редактором И тогда же мне пришло в голову, отдай-ка я себя попробую как сценарист И в соавторстве несколько фильмов у меня вышла «Дикая любовь» и «Зефир в шоколаде» И тогда я начала, я поняла, я уже втянулась в это дело Я поняла, что получается И думала, так всю жизнь не буду, как бы стараться писать сценарий А потом иммиграция И когда я сюда приехала в 1994 году Я поняла, что, конечно, сюда в кинопродакшн вряд ли я впишусь И от тоски, может быть, или от чего вдруг начала писать прозу Стараюсь уйти от сценарного стиля И первый мой рассказ, который тут напечатан был и написан Это 2004 год И первый рассказ «Мадам Дуберштейн» Он еще понравился Борису Нуссенбауму «Инфоторонто» Он меня познакомил с Игорем Губерманом И пошло и поехало А скажи, пожалуйста, ну все-таки, как бы А когда ты пишешь, получается, днем работаешь, зимними вечерами? Да, в основном у меня получается писать ночью Как-то вот утром я не могу себя собрать Хотя, может быть, это неправильно Днем, во второй половине дня приходят ученики Не каждый день, но, как правило, три урока Я очень люблю эту работу Потому что... А, вот и, кстати, по поводу того, что я музыкант Когда-то написала обо мне Люся Улицкая вот на моей первой книге Прекрасные ее слова, которые начинались Вот музыкант, который стал педагогом Вот педагог, который ушел в кино Вот редактор, который превратился в сценариста Вот сценарист, который увлекся журналистикой А вот уже и создается новый образ Все перечисленное вышел, но уже писатель Ты преподаешь музыку или чем-то? Музыку и теорию музыки Для детей? Для детей Причем я предпочитаю очень маленький возраст Я начинаю с четырех с половиной У меня много пятилеток Шестилетки, вот это максимум которых я беру сразу Ну, бывают дети, которые переходят от других педагогов ко мне Потому что я работаю по уникальной методике Эту методику разработала Ирена Орлов Питерский, известнейший педагог Который меня к ней и привезли в Питер учиться И по этой методике особого обучения я работаю Она дает очень серьезные плоды Вот есть, написал я рассказ Что мне, какие у тебя советы Как человек, который живет в Литву Ну, сейчас у меня, поскольку я возглавляю этот журнал Совет один Приходите, приносите, посылайте ваши рассказы Чем хорошо опубликоваться в «Новом свете» Тем, что у меня действительно уже за эти годы Сложились связи с литературными агентами С журналами в России С критиками И я, если я вижу, что это по-настоящему хорошо Я обязательно попрошу прочесть это Обратить внимание на этого человека И так оно и получилось Потому что, я сейчас не буду называть фамилии Но у нескольких наших авторов Благодаря публикации в «Новом свете» Выйдут книги в России Но, вот, Сата, по трудоемкости Писательский труд – это профессия тяжелая Тяжелая А по деньгам сейчас Вот мы знаем про Хемингуэя, например Что ему денег не очень хватало Мы знаем, что, например, на Ки-Уэсте У него такой есть дом С огромным У него даже два дома То есть у него один дом главный И второй дом, где он писал А еще есть огромный бассейн И вот он пишет, что Не хватает денег, чтобы отстроить бассейн Мало платят ему Он уже был известным писателем Как вообще работает эта экономика писательского труда? Это вообще хобби или профессия? Это хорошее пожелание Не можешь не писать – пиши Можешь не писать – не пиши Потому что денег это сейчас Нераскрученному имени С маленькими тиражами не приносит Если у тебя уже есть имя Нехорошее слово раскручено Я понимаю, что за этими именами Действительно Настоящие литературные достижения Та же Людмила Улицкая Акунин Да, это Топ Тиражей И Да, они, наверное, могут жить За те гонорары, которые они получают Работает имя Для начинающего писателя Такой возможности нет Сейчас Дай Бог Тебе издательство дает шанс Но все-таки тайный знак Вот я начал немножко читать Это исторический роман Я бы не назвала его историческим А что это? Ты называешь его историческим? Не знаю Это роман авантюрно Любовный И отталкивающийся от исторических событий Фактов действительно Имевших место быть Где? В России В России на протяжении четырех веков Потому что он охватывает Через одну семью Проходит четыре века Вот Я очень как-то так Я спрашиваю Это исторические документы Да нет Вот исторический документ Он сух Да Он необходим в работе Но потом Следующий этап Переосмыслить И я продолжаю тоже Стилистическую Такую Свою нишу Это Мистические истории Вот Его бы можно было назвать Роман-сказка Наверное Так же как была первая книга Сказки и не сказки Мне говорили Что в твоих сказках Очень много реального Реальности А в твоей реальности Очень много сказки В этом романе Гораздо больше Рассуждений О праве верующих И атеистов На их право Верить или не верить Тут заложена Эта тема Ну помимо этого Такая приключенческая история Все-таки Да Она приключенческая Она вокруг Таинственной книги Которая и есть Предсказание Будущности России Я знаю что Роман кстати Раскупили уже Первую партию Да Первую партию Тут раскупили быстро Где мы можем его купить Мы его можем купить Всегда В магазине Тройка Тройка сказала Любое количество Сколько-нибудь заказов Они будут привозить И постоянно Он будет продаваться В Тройке И там будут Кстати Вечера С автографом Да С автором И я хочу Чтобы время Немножко прошло Чтобы люди почитали Потому что Этот вечер интересен Когда уже люди прочли И вопросы И ответы Пока уже Прошел один вечер Просто была Представлена книга А вот такие Вот вечера И разговоры Да Они будут еще Будут еще В Бэттель-центре 7 апреля Я знаю Представление Большое Все равно не понимаю Откуда у тебя Время на это все Время всегда Человек находит Когда интересно Вот если бы у меня Этого не было Я бы просто не представляла Как я могла Тут же Первый год Жизни в Канаде И второй даже год Было очень тяжело Я вывалилась Из этой своей Круговерти Постоянной Творческой жизни Ну а потом Вот Только в наших руках Реставрировать Продолжение следует... Продолжение следует...